Продолжение следует... ...подвязки, растительные остатки и, в общем-то, подготовили, очистили всю теплицу. Теперь она готова для культивирования. Под культивирование я внесу золу. Почва здесь достаточно кислая, поэтому каждый год приходится вносить какие-то известные или другие субстанты, которые будут нейтрализовать кислореакцию почвы. У меня есть два ведра золы и, вы знаете, 12 квадратных метров вполне такого количества хватит. Кроме того, под культивирование я внесу приготовленный дома, у меня тут целое ведро, триходермин. Меньше чем пол ведра триходермина на 12 квадратных метров, вполне достаточная доза для того, чтобы обеспечить безопасность почвы, убрать оттуда возбудители корневых гнилей и большинство возбудителей болезней. И именно сейчас этим мы и займемся. Кроме того, кроме золы и триходермина, я буду вносить удобрения, которые содержат калий. Вот у меня два типа удобрений, калий сернокислый и калий хлористый. Естественно, в закрещенный грунт я буду вносить исключительно калий сернокислый, чтобы никакие лишние хлоридные ионы не помешали выращивать мне томаты. Несу примерно полкилограмма калия сернокислого на 12 квадратных метров в моей теплице и все закультивирую. После того, как мы завершили культивирование с внесением удобрений и нейтрализующих почву материалов, необходимо провести планирование площади теплицы для того, чтобы представлять в будущем, как будут сидеть и расти здесь наши растения. Теплица имеет ширину 3 метра. На проход я оставлю чуть меньше метра. Соответственно, с каждой стороны у меня останется полтора метра и чуть меньше, чем полтора метра расстояния. Соответственно, я в каждой половине теплицы буду сажать две строчки рассады томатов. Несмотря на то, что теплица небольшая и много растений сюда не посадишь, в теплице я размещаю две вот такие вот бочки. Для чего это необходимо? Ну, во-первых, эти бочки будут являться резервуаром воды для полива. А во-вторых, наличие таких бочек чрезвычайно важно, как аккумуляторов тепла. Дело в том, что днем, когда теплица будет сильно разогреваться, вода, обладая достаточно большой теплоемкостью, будет набирать, аккумулировать в себе тепло. Ночью же, когда температура падает, она будет понемножечку постепенно отдавать это тепло. Таким образом, климат внутри теплицы будет менее резким, будет более благоприятным для роста наших растений. Для того, чтобы превратить нашу поливную воду в фитостимулирующий и защитный препарат, я налью в эти бочки не просто чистую воду, а сделаю здесь своеобразное удобрение. Во-первых, в каждую из бочек я добавлю примерно по 2 кг суперфосфата. Суперфосфат будет постепенно растворяться, превращаться в легко доступную растениям форму, растворимый фосфат. И при использовании такой поливной воды в теплице, я буду постоянно подпитывать небольшими дозами фосфатов томаты, которые в фосфатах, в общем-то, нуждаются, особенно в период образования плодов. Кроме того, я в домашних условиях по своему рецепту сделал 2 препарата. Один из них содержит азотфиксирующие бактерии, а второй это фитоспорин, который можно, в общем-то, купить практически в любом магазине и в картофельном отваре сделать вот такие объемы этого препарата. Соответственно, в каждую бочку я налью примерно 5 литров вот такого готового домашнего препарата. Для того, чтобы бактерии там хорошо функционировали, я также в каждую бочку добавлю примерно по 4 литра оксидата торфа, или можно добавить калий-гумат или другие гуминовые препараты. Они являются источником органического вещества, азота, различных микроэлементов, всего, что необходимо для размножения бактерий. Таким образом, эти бочки станут источником ценного биологически активного удобрения для растений. После того, как мы разместили бочки и примерно наметили, по какой схеме у нас будут расти в теплице растения, мы приступаем к организации системы полива. Она является чрезвычайно простой и достаточно эффективной. Самое главное ее свойство состоит в том, что она полностью исключает возможность попадания брызг воды на растения. А для томатов это чрезвычайно важно, потому что как раз через брызги от почвы при поливе растений и передается фитофтора. Сейчас мы начнем монтировать нашу систему полива. Для организации системы полива мы используем вот такие вот пластиковые бутылки. Они могут быть объемом 4, 5, 6, ну и может быть даже больше литров. Но, как правило, такие объемы являются наиболее ходовыми. Крышечка нам не нужна. И равномерно по поверхности бутылки мы делаем отверстия, в том числе несколько отверстий в дне. Такие бутылки мы закапываем на всю глубину вплоть до горлышка. На 4 погонных метра нам необходимо закопать 6 таких бутылок. Такие бутылки должны располагаться между рядами томатных растений. Впоследствии при сюда попадании воды, растворов для подкормки, они постепенно через вот эти отверстия пропитывают почву, никаким образом не допуская контакта растворов с поверхностью растения. После того, как мы вкопали бутылки, мы немного пролили воду в них, для того, чтобы земля немножко просела, и застелили поверхность всей нашей теплицы белым спонбондом. Почему белым, а не черным? Ну, потому что все-таки низкие температуры весной являются меньшей проблемой у нас в Беларуси, чем высокие температуры летом. Все-таки белый цвет не так сильно разогревает внутреннее пространство теплицы. Колышками мы наметили места будущей посадки томатов. Дело в том, что сейчас еще немного рано, черемуха еще не отцвела, и до окончания цветения черемухи я, как правило, не высаживаю томаты. Считаю, что все-таки это еще рановато и слишком холодно. Итак, мы закончили предварительную подготовку теплицы к посадке рассады томатов. Мы прокультивировали почву с одновременным внесением некоторых минеральных удобрений и вкопали бутылки для будущей системы полива. Также мы застелили поверхность почвы полностью спонбондом, белым спонбондом. Разрезали спонбонд в тех местах, где мы будем наливать воду в бутылки и наметили места посадки будущей рассады. Всего получается, что на половину теплицы я высаживаю 7 штук рассады в один ряд. Два таких редка с одной стороны, два таких редка с другой стороны. Ну, за минусом по одному растению рассады в тех местах, где у меня стоят бочки, в которых будет находиться питательный раствор с бактериями, с гуматами, с различными активными веществами для подкормки томатов. В следующий раз мы будем сажать томаты, поэтому не пропустите наш выпуск, подписывайтесь для этого на наш канал, вы всегда будете получать новости о наших новых выпусках. Всего хорошего и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok